Алексей Холодный. Осыпь. Пятый нащупал холодную шершавую ручку и потянул на себя. Возле пальцев треснуло, во тьме послышался скрежет ржавого металла. Тишину старого, изъеденного коррозии вагона поел шум битых шестеренок. Грузная дверь подалась. Она могла лопнуть в любой момент, особенно под ударами тварей, бродящих в последнее время по вилкам метро. С прошедшего месяца хищники полюбили местную темноту, хотя раньше они выползали только к заброшенным новостройкам. Вынюхивали своими волосатыми, фыркающими паром, ноздрями запах людей. Силились протиснуться паучьими телами между битых, раскрошенных плит. Под груды разваленных привлекало мясо, живое, еще не спасенное отрядами чистильщиков. Пятый был в одном из таких, как догнал очередного урода к метро. Коричневая, покрытая мехом тварь, скрывалась во тьме развилок. Показывала из-за вагона в бурую морду с укровавленными жвалами и тут же пряталась от пуль. Прямо меж фонарей, чтобы те полопались от огня карабинов и дали скрыться во тьме. Так чудовище, проползшее по стенам, могло ударить нападавшим спиной и выпотрошить хребты. Как оно и сделало, заведя отряд чистильщиков в тупик. Зато поплатилось, сука. Процедил пятый, нервно поглаживая дедовский карабин. Здесь он был нужен лишь для успокоения. В закрытом вагоне оружие не требовалось, а через месяц-другой могло бы вовсе не пригодиться. С каждым днем заряжать становилось труднее. Руки не слушались из-за трясучки, пальцы еле запихивали патроны в обжигающий холодом стальные гнезда. Вообще металл за прошедшую зиму покорежился во многих местах. На площади от пригнанных властями танков и БТРов ничего не осталось. Но это радовало. Помимо оружия, кислотная пыль, спущенная властями из-под карантинного купола, уничтожила многих тварей. Особенно логово в воронке, из которой те выползли в первый раз. Тогда из щели в асфальте пахло гнилью и обожженным мехом. Так же, как в вагоне последние несколько дней. Пятый не привык к смраду, чувствовал его даже сейчас, вернувшись из пустоши, где пылились склады. Добыть пропитание не получилось, но пришлось нарваться на нескольких уродов. От них воняло иначе, чем от асфальта и дома на колесах, как эта смесь на шатыря с пороховой гарью. Но разглядеть источник запаха не вышло из-за навалившейся на город темноты. Пятый догадывался, почему сгустился мрак, хотя старался об этом не думать. Тревожная мысль уже долгое время скребла в виски по ночам, не давая спать и выжигала надежду в исцарапанной жвалами груди, из-за чего сон был плохим, а координация во время похода в пустош подводила. Стареющее тело желало отдыха, тепла, сна и безопасности. «Добудем своими усилиями», — пятый нащупал непослушными руками патрон. Попытался его вогнать в гнездо, но пальцы снова вывернуло, под ногами зазвенело металлом. Содержимое пачки рассыпалось, раскатившись по железному полу. «Твою ж сука!» — выдохнул пятый и медленно согнулся, чтобы не заныла раненая грудь. Собирать патроны на старой поверхности вагона был тем еще проклятием. Ржавая стружка липла к металлу, из-за чего головка плохо входила в гнездо. После снова выскальзывал, заставляя перезаряжать по многу раз. «Да еще раз, да еще много, много-много раз!» — напел себе мужчина, пытаясь успокоиться. Тихий хрипящий голос рассеивал внимание, не давая сосредоточиться на жжении в кончиках пальцев. Плюс был только в предосторожности. Обжигая кожу, холодное железо заставляло экономить пулей, чтобы не заряжать дважды. Хотя выпускать очередь в незримого врага пятый не собирался, так как имел гарантию безопасности. «Ни один из вас, мрази, не будет искать человека в родной воронке!» — брезгливо улыбнулся пятый, приближаясь на смрад. Различить источник запаха во тьме было тяжело. Да и не хотелось. В последний раз, когда чистильщики пошли на мерзкий духан, они вступили в кладку больших размером с человечьей головы яиц. Вместо того, чтобы засыпать зачатки кислотным порошком, восьмой, глава отряда, пустил в них свинцовую очередь. Перед выстрелами главарь кричал, что уроды наполовину слепые, чувствуют силу во тьме и не любят света винтовочных фонарей. Хотя бывший в отряде ботаник, чистильщик из городской лаборатории, причитал что-то о связи слепоты с паучьим ядом и репродуктивным возрастом, о зрелых прозревших особях. Да только не договорил. Через минуту из темноты выскочила волосатая, шестилапая мамка, бросилась на убивших потомство, порвала броню, мышцы, полоснула пятого в грудь и скрылась среди груды эскалаторных гусениц. Если бы не сжение от свежей раны, пятый пустил бы ей во след очередь пуль. Наверное, смог бы даже пристрелить. А сейчас патронов не хватало даже маломальского урона. Железо приходилось обрабатывать в кислоте, чтобы та отравляла паучью плоть изнутри. Без химии спасу не было. После зимней спячки мех тварей затвердел и стал похожим на панцирь. Нехило так обросли, суки. Эволюционировали и даже научились переговариваться. Ночами пятый слышал, как жвало в темноте издают трескучий звук, что сливается в прерывистое шипение. Улавливал, как хрустят челюсти, пережевывая вытащенную из складок людскую плоть. Эта группа голодных матерей отправлялась из воронки в пустошь, кормить слепых, беспомощных малышей размером с человека. В голове пятого до сих пор отдавался их натужный хрип. Тянущийся, где-то отрывистый, он затихал и становился громче. Прерывался сосущим чавканем, словно между жвалами рвались комочки мокрой окровавленной плоти. А затем превращался в треск. То близкий, то далекий, как будто скребли металлом о ржавую поверхность. Такой звук всегда наполнял вагон, когда по полу катались разбросанные патроны. Или, когда их шевелило, нечто другое. Пятый осторожно вытянул карабин, прокладывая дорогу во тьме. Железное дуло застучало о стенки и погрузилось во что-то плотное, тягучее. И застыло. Мужчина крепче сжал рукоять, касаясь пальцем курка и выдавил. Есть кто? Есть мы не ответили. У железных стен раздался стук, частый, торопливый, будто кто-то перебирал парами ног, ударяясь о листы покорежной обшивки. Шагнув ближе, пятый различил в смраде нотки пороха и химии. Так пах затвердевший от мутации покров. Напряженный слух улавливал, как его затвердевшие ворсинки трутся друг о друга, издавая шелест. Как тот затихает во тьме, сливаясь в тихий, кривляющий слова пятого шепоток. Стреляет, сука, буду! Мужчина вырвал оружие из тягучей вязи, замахал дулом перед собой. Полить в хищника с близкого расстояния, когда он молчит, было опасно. Можно, промахнувшись, обнаружить себя. В лучшем случае попасть, но не смертельно и сильнее разозлить врага. Пятый видел, как испуганные уроды ведут себя перед нападением. Мечутся на коротком пространстве, перебирают лапами, ищут любую поверхность, чтобы прыгнуть, оттолкнуться и укусить. Стервенеют суки. И что страшно, брызжут ядом. Мужчину пробрало. Он инстинктивно попятился назад, проверяя, плотно ли заряжен карабин. Застыл, прислушался к звуку за обшивкой. Оттуда вырывались знакомые шипения и хрип. Пятый слышал мельчайшие шорохи, чувствовал, как во тьме сгущается воздух, выкачиваемый мохнатыми, впалыми ноздрями. К фырканью и цоку тужвал примешивал что-то прерывистое, щелкающее. Тварь отдирала обшивку. «Попалась!» — прошептал мужчина, всадив несколько пуль на звук. Извне проскрешетало железом, в лицо пахнуло порохом и мерзкой сводящей скулы кислотой. Голова мразоты была прострелена, оказавшись на стыке швов. Ощупывая стены, Пятый осторожно поплелся к выходу из вагона. Но замер, впутавшись во что-то тягучее. Паутину не сорвало вместе с отскочившей дверью, она по-прежнему висела над потолком. Только теперь, коснувшись пальцев, мужчина не липла, а тряслась и вибрировала, чуть ли не гудела, касаясь ногтей. Тинита что-то дергала с другой стороны. Пятый застыл, почувствовав цепкую хватку на плечах. Тело сжали плотные, мясистые лапы. Они прижали туловище к жесткому, мохнатому покрову и вкололи что-то в грудь. В области сердце запекло, заклокотало, и миша ребер начала растекаться, ноющая боль. Не в силах шевельнуть конечностями, Пятый инстинктивно укусил врага. Почувствовал губоксальную, покрытую мехом кожу. Горькая, липкая, она вязала язык и раздражала ворсинками неба. Мужчина попытался сглотнуть. Губы сжались, приклеившийся к небу язык начал проваливаться внутрь. В горле заклокотало и Пятый вырвал. На подбородок ему брызнуло густой, сладковато-приторной кашей. Рядом послышалось чавканье, возня. Хватка твари разжалась, и мужчина упал, захлебываясь гадостью во рту. Кислая, сводящая скулы гуще обжигала губы. Разъедала испачканные каплями веки до боли рези в глазах. В них слепил свет. Яркий, оранжевый, отчего тьма в вагоне рвалась на черные куски. Зажмурившись несколько раз, Пятый вытер гадость с лица и попытался привыкнуть к свету. Черным и оранжевым блестели ржавые стены вагона. По металлической обшивке скользил яркий луч. Источник света лежал на полу, рядом с окровавленным телом человека. Закованный в броню труп был придавлен сорванным с потолка листом жести. На металле темнели капли аалы, буроватой каши. Она перебивала смрад химии пороха, рассыпанного вблизи мертвеца. В шуме разбросанных, катающихся на полу гильз, слышался хрип с частым цоконем. Его сменяли щелчки. Но их издавали нежвало. Пятый понял это, когда различил во тьме рацию. Из-за плохой связи голос динамика шипел и перерывисто крякал. С каждым сдавленным звуком огонек устройства подрагивал, бросая тусклый луч на броню погибшего. Пятый инстинктивно провел по ней пальцами, желая нащупать то, что выпугало секунды назад. Теперь страх уходил. И картинка, раскрошенная из-за слепоты, складывалась в пазлы. Под ногтями скользила жесткая металлическая ворса. Такая же мерзкая на ощупь, как волосатая кожа мертвого мужика. Его, недавно живого, пятый окатил ядом. Его секунды назад чувствовал благодаря паутине. И в страхе метался по вагону перед прыжком. Топал на месте, теребил руками курок, как твари, которых боялся. Пятый бессильно осел на пол, уставившись в разъедаемый ядом труп. Изувеченное тело ссыхалось, трещало костьми и выворачивалось. Из-под плоти доносились мокрые хлопки. Это сжимаемые ребрами лопались внутренности. Жидкость из органов убитого выплескивалась через рот, стекая вместе с кровью на изсарапанный пол. В лужу отражалась бурая, мохнатая челюсть пятого и зеленый раздвоенный укусом язык. Пятый довольно облизнулся. Пища распадалась. И теперь человечиной можно было делиться с самкой, даровавшей возможность утолять свой голод. Но прежде стоило накормить ее деток, качавших в бессонной ночи патроны в углу вагона. Продолжение следует...